Но, посмотрев на эти заголовки, вы можете сделать свой заголовок подобный этому, но не шаблонам. Шаблоны не работают. Виды заголовки, я думаю, что здесь оцениваются не нахрен. Понятно вот так, если посмотреть, что это за заголовки? Вот это что понятно? Вот счет заголовки, что же там, Хабачеву, Углевну, Кирога. Были заголовки там. Вас заранее предупреждали о том, что лисы будут плакать после нового года. Слой заголовок. Вот, предыдущие описания, я даже здесь указал. Описываем проблему, усиливаем, показываем решение, влияем на эмоции, что важно, потому что Инстаграм продает эмоции. Показываем преимущества и выгоды, разбиваем описание на абзацы. Те, кто не знает, как разбивать, там в айфонах есть какая-то проблема, что нельзя разбить. Ну, есть какая-то, я знаю, что часто очень с этим люди сталкивались. Делайте проще. Делайте себе на компьютере в блокноте, пишите текст и отправляйте себе жилье. Или его отправляйте в Facebook. Потом с Facebook просто скопировали и вставили в пост. И вот он с абзацами. Только если у вас между этими, между абзацами ставьте точку, либо прочее, либо еще что-то. Потому что пустой просто пробел, он перенесет ваш абзац в сплошный текст. Добавляем эмоции. Эмоции, знаете, что такое? Смайлик. Я думаю, можно даже с помощью эмоций разбивать на абзац. Указываем цену, например, на 32, передаем контакты. Вот, типа хэштегов. То есть, я говорю, тренирование, вот это вот. И вам Инстаграм, уникальный хэштег. Тематический. Например, я сделал какой-то пост, я могу указать там хэштег маркетинг. Хотя у меня там маркетинг. Ну тоже нормально. Я могу указать этот хэштег. Но, чтобы он не был высокочастотный. Что значит высокочастотный? То есть, таких публикаций с этим хэштегом в сети не больше полмиллиона. Если больше, я его не указываю. Потому что, во-первых, эту картинку под этим хэштегом никто не увидит. Полмиллиона фотографий. У меня фотография, если не попадет в эту ленту, то вот так. Кто ее увидит там? Один человек? Ну, поэтому хэштеги на меня могут подписаться тысячи магазинов, которые подписываются по хэштегу маркетинг. Они продают курсы по маркетингу, и они на меня погнали подписываются. Популярные хэштеги в вашей нише. Ну, например, то же самое. СММ продвижение, это в моей нише. Гармон будет популярный. Событийные. Если у вас есть какое-то событие, как я в вашем конкурсе, розыгрыш, у меня принял вам Инстаграм розыгрыш. Таким образом, то есть принцип понятен, как составлять. Есть один хэштег, и вы к нему, если у вас события, уйти мне рубрикаторные, добавляйте еще одно слово. Это что по хэштегам. И не надо 30 хэштегов. 7-9. Одна американская компания проводила какое-то исследование, и они увидели, что лучше всего результат по органическому охвату. Дают хэштеги в количестве 8-9 штук под одним постом. Не больше, не меньше. Ну, то есть, там 7-8-9 шел такой уровень, но уже с 10-го там уровень конкретно проседал. Не надо много хэштегов. Ну и геотеги. Я не рекомендую, честно, использовать. Они есть, вы должны у них знать, какие, Харьков, но не используйте. Лучше используйте просто геолокации. Вот эти геотеги, они не принесут вам ничего хорошего. Где собирать хэштеги? Просто быстро, не поскодками, либо взяли себе, не буду объяснять этих сервисов, залит и посмотрят. Webstar, Startup, Laira, какой-то там, короче. Вот этим вот я обычно пользуюсь, мне не надо. И поиск в самом Инстаграм могу поискать. Те, кто напишет на страницу, не переживайте, презентация будет там. Теперь вся презентация у нас нашла. 94 слайда. Все будет там. Полезные ресурсы. Сразу быстро, быстро, потому что времени, капец, как мало. Канва. Вот на этот сервис я сделаю в ближайшее время обзор на свои бизнес-страницы. Сервис сэкономит вам 80% денег и 80% времени на подготовке контента в вашей соцсети. Он бесплатный. Ну, есть платные функции, но в основном бесплатные. Это чудо-сервис. Сразу скажу, это, можно сказать, частичка той таблетки, которую все ищут. То есть вы не будете платить к какому-то человеку, чтобы сделать для вас дизайн. Вы зашли в этот сервис и все делали. Более подробно я расскажу на своей странице позже. Просто знайте, что он есть. Кто, кому не втерпешь, сфотографировали, зарегистрировались и начинаем пользоваться. Интуитивно, в принципе, должно быть понятно. Вот этот сервис, это Photoshop Online. Нечего здесь рассказывать. Online Photoshop. Все. Вот этот сервис, как-то начинается, не знаю, не буду, чтобы ее неправильно прочитать, но он позволяет вам делать классные картинки с текстом на картинке. Классный текст. Но сразу скажу, что эти картинки, если вы используете, вы не можете их продвинуть в Instagram рекламу, потому что не больше 20% текста должно быть на картинке. То есть посты для рекламы не больше 20% текста. Мобильное приложение тоже быстро нафотографируем. Это те сервисы, которыми я пользуюсь. Многие видеоредакторы согласны. Особенно посмотрите на вот этот, Videomaker и InShots. Видеоредакторы мобильной версии телефона, любого практически. Можно делать крутое видео в своей Instagram, редактировать, обрезать, вставлять смайл, ну все делать. И очень просто, очень быстро. Конвертация сумасшедшая. Лайфхак для InShot. Лайфхак. Вы делаете видео с включенным Wi-Fi, добавляете эмоции, стрелочки, все, что только не есть. Отключаете Wi-Fi и нажимаете на крестик убрать водяной знак. И он вам напишет убраться с водопла либо убрать бесплатно. Если при включенном Wi-Fi вы нажали убрать бесплатно, он вам покажет рекламу 20 секунд. Чтобы не тратить 20 секунд времени, отключаем Wi-Fi, нажимаем убрать бесплатно, он убирает без рекламы. Пока это работает, когда они это увидят и прекратят. Вот такой-то бак. Да, ну вот такая штука, да. Но можно использовать бесплатно. Да, реально, вот и так, вот эти рекламы я обычно пользуюсь. А ты не думал это написать? Когда чувак, я знаю, классный бак, давай я его прощаю. Мне дешевле пользоваться этим. Не, я его планирую купить за 2 доллара, как бы то ни цена, но зачем сейчас покупать, если есть такая штука? Как только они ее на этап, я покупаю. Фотостоки тоже быстро фотографируем. Классные фотостоки. Это есть праздник? Да, да, это все есть. Всяк праздник даже есть, кто напишет. На сайте ты можешь откачать бесплатно фотографии для вашей реманши, для аккаунда. Хорошие обращения. Да, и попросите. Тоже у меня деньги за уроки. Ребят, ребят, рекомендуем вот этот. А я пользуюсь, вот честно, сам. Вот тут на английском, а тут на русском. Зарегистрируйтесь там и вы сможете скачивать бесплатно без всяких там рекламы, копчить и всего остального. Вот это вот, XRB я постоянно, ну, то есть... А что с правообладателями? Ну, те фотографии, которые есть в банке, которые... Они не уникальные, но они в внешнем качестве. То есть, большое разрешение. Да, да, да. И дело в том, что, скажем так, что здесь некоторые фотографии вы можете найти быстрее, чем в углу. А там фильтра есть? Да. Да, там вы можете есть. Посмотрите. Ну, вот реально. Рассказывать сейчас об этих сервисах, у вас за зайдите протестируйте. И более заодно, в воскресенье у вас есть сервис. Тректированная реклама в Инстаграм. Очень классная штука. Я сразу, сразу наперед в Диву, скажу, у меня есть просто за космические деньги курс, я не знаю, наверное, он не всем будет по карману, но в моем Инстаграм-аккаунте Shaving Company там есть курс за 2 доллара, пошаговый курс по настройке рекламы. Я просто даю гарантию на то, что если вы все сделаете за 2 доллара, если вы все сделаете, показательность рекламы у вас увеличится в разы. Ну, вот просто я это тестировал на своих же людях, которые меня учались, и это работает. В бизнес-аккаунте можно просто нажать на кнопочку, выбрать цель, то есть выбрать посещение профиля, место назначения, вот профиль, собственно, кнопка действия, крик профиль на Инстаграм, выбираете аудиторию, ставите бюджет, ставите продолжительность, нажимаете создать там акцию. Если у вас не привязана карта к аккаунту, либо к рекламному аккаунту Facebook, то есть определенные правила, которые нужно поддерживаться. Обязательно перед тем, как привязывать карту, на карте должен быть открыт лимит интернет-оплат, должна быть сумма хотя бы в 100 гривен, и... что еще? А, и все, в принципе, привязываете карту, у вас в Facebook или Instagram снимет доллар, потом это было разварно. но немножко сейчас может быть иначе, потому что у меня буквально вот на днях обновился Instagram, и там другой немножко реклама будет. Но в принципе, все же самое осталось. Запуск рекламы, это... приблизительно монитория похожа на тех, кто на вас подписан, если автоматически, либо вы можете создать сами. Выставляем бюджетное количество дней показов, запускаем рекламу. Все. Что важно помнить? По каждой аудитории свой оффер, у рекламы должна быть цель, не просто запускать рекламу ради рекламы, запускать цель. Используем призыв действия и указывайте ссылку на свой аккаунт через символ собачки в рекламе. Обязательно. Это важные штуки, которые повышают продвесию. Запрещена реклама. Ну тоже, увидите. Здесь много все запрещено. Давайте на этом не будем остановиться. Это не настолько сейчас информация, которая сверху нужна. Ну, ее нужно посмотреть. Вот. Теперь переходим к Facebook. Что еще более интересно? Все, сколько у нас времени? Сейчас, после 20.10. Теперь, как все решат, и ты в том числе, потому что официально у нас пилинг закрыт. 18.10 у вас будет открыт. Поэтому спроси, давайте там. Ну как, насколько вы сейчас можете занижаться? Вы знаете, распаузу. Я, может, по порядку, я уже полчаса уже припросу. Да. Допустите. Классный день. Мы же сами можем. Вы свои желудокаты в эти машины. Ну, на полчаса вас хватит. Ну, поудивитесь. Ну, давайте, может быть, по Facebook быстренько, полчаса и будем за... Ну, к сожалению. Не, я не тебе. Быстро, ну, реально быстро. И потом я еще поотвечаю на вопросы. Я, в принципе, могу задержаться. Все, по всем смотрим, по всем. Я отвечаю на вопросы. Итак, погнали. По фейн. Нет. У вас бизнес-страница. Отвечаю. Что такое бизнес-страница? Что такое рекламный аккаунт? Вот. Бизнес-страница, вернее, рекламный аккаунт, вернее, я уже заговорился. Не рекламный аккаунт. Ваш личный аккаунт. Это вот эта ваша страничка. Где есть ваша фотография. Это фотография моя, товарища. Где написано о себе именно вот так. Здесь кнопка отправить сообщение именно вот тут и вот так вот выглядит. Где главный есть пункт добавить в друзья. Вот это главный пункт. Это аккаунт. Это аккаунт. Если у вас личный профиль в Instagram и он не связан с бизнес-страницей, то все публикации, которые вы делаете перед репост, они идут сюда. Вот этот аккаунт. Бизнес-страница. Что это такое? Это когда меню вот такое. Когда есть кнопка позвонить либо еще чего-то. Когда нельзя добавить в друзья. А можно подписаться и поставить лайк в страницу. Вот это вот разница. А зачем отличается подписка от этого? То есть у меня там есть... Подписка от друга? Ну нет, вот подписка от понравится. То есть у меня допустим подписано 700 человек, а нравится там 600. Ну не все поставили. То есть они же видят точно так же одинаково. Да, они видят там не сильно это играет роль, если честно. Я вообще не обращаю на это внимание. У меня кто поставил лайк, кто подписался, главное, чтобы база была. Все. А как они... Без разницы. Да, в принципе без разницы. Может быть такое, я честно скажу, честно, я не вникал, и я не знаю, может быть такое, и скорее всего такое, что те, кто поставил лайк и подписаться, они как-то будут более часто видеть ваш контент. Но это не факт. Вообще принцип работы всего этого, ну, для меня это не важно, поэтому я это не изучал. Какая мне разница, они поставят лайк или подпишутся просто. Главное, чтобы они были у меня на странице. Получали контент, ну, соответственно, покупали. Создаем бизнес-страницу, ну, так как вы напишите мне, вам всем придет видео, как создать. Прямо пошагово. Вот прям вот, прям куда кликать. Поэтому быстро вы переходите в главную, создаете страницу, да, выбираем эту страницу, указываете имя, категорию, и потом просто добавляете кнопку, обложку и фотографию, чтобы сейчас не имелись. Вот, я о том, о чем я говорил. Что такое лайфт-трансляция, спрашивали в Инстаграм. В Инстаграм лайфт-трансляцию можно запустить через Stories, а в Facebook лайфт-трансляция запускается через бизнес-страницу. И что есть важная фишка, которая появилась вот-вот-вот-вот сейчас, недавно. Когда нажимаете на прямой эфир, на бизнес-странице, вот здесь у нас появляется такое окно, и вы можете выбрать камеру, либо подключиться. Вот если вы выбираете подключиться, то это дополнительные сервисы, которые транслируют лайф-видео в реальном времени. Это все сложно. И это вам не надо. Ну, как бы, тем, кто знает, есть такой сервис PBS Studio, можете использовать. Тем, кто не знает, что это за сервисы, ну не лезьте туда. Да. Запускайте лайф-трансляции с телефона, с приложения Pages Manager. Вот и все. Это вот проще всего. И теперь фишка. Я вот буду проводить лайф-трансляцию, на которой покажу, как работать с сервисом Canva. Просто, эффективно, и как сохранять там все, как, короче, оптимизировать это все на своей странице. в ближайшие дни точно я время не могу сказать, когда, но вот и вот. И вот здесь вот, когда мы перешли в это окно, есть кнопочка Share Screen. Вот эта кнопочка. Когда вы нажимаете, вам Facebook сам предлагает показать ваш экран. Вы можете проводить презентации. Вы можете показывать браузеры, показывать какие-то отдельные приложения. То есть все это есть уже внутри Facebook. Не нужно никакие дополнительные сервисы. Вот так это работает. Вы нажали, вашего лица нет, есть ваш экран, и вы сделали презентацию по вашему продукту, и вы начинаете эту презентацию показывать и комментировать. Главное, что главное, к любому ноутбуку купите инфрофайл. Не введите лайф-трансляцию через микрофон ноутбука. У меня было такое, когда я первого трансляции проводил, меня попросили по Facebook рассказать. У меня ноутбук немножко старенький, но он родной, я его не меняю. И он, на то время, его просто надо было занести на чистку. Просто. И он очень сильно шумел. И люди, я потом когда просматривал по лайф-трансляции, его можно найти у меня на бизнес-трансляции, где-то там есть. И люди, такое чувство, что они сидели на поле, где рядом, вокруг них, ездил трактор, большущий. И как они меня слушали целый час, целый час, ребята, слушали про Facebook. Я обалдел. Просто. Я потом когда включил, вот это, я рассказываю, рядом, вот я рассказываю, да, рядом кружок. тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Да, я сказал им, ребята, если вы хотите сейчас, будет с плохим звуком. Если не сейчас, то я побегу искать микрофон и, возможно, через несколько дней сделаю. Они скажут, ну давай сейчас. Было важно провести. Что на Facebook можно публиковать? Я не рекомендую постоянно делать перерепосты с бизнес-аккаунта на бизнес-страницу. Вот то, что вы спрашивали. Когда вы привязываете ваш аккаунт к бизнес-странице, то все перерепосты идут на бизнес-страницу, не в личный аккаунт. На бизнес-страницу. Не рекомендую, потому что аудитория немножко отличается. И на Facebook люди более привыкли смотреть какие-то длинные видео, так как в Instagram видео до одной минуты. На Facebook длинные видео, лайв-трансляции, длинные статьи, они их читают. А в Instagram длинную статью, которая тем более продлена в комментариях, ну, как-то не сильно их читают. Человек с хвостом, не, ну картинка прикольная. Ладно, я пошел дальше. Никто этого читать не будет. Лучше уже видео. Заливайте видео, заливайте видео, выкладывайте загадки. Почему загадки? Сейчас я объясню. Facebook, вот на днях Цокерберг потерял 3 миллиона долларов. Или 3 миллиарда долларов. Потерял. Знаете, на чем потерял? На том, что он в Facebook выставил новость о том, что теперь Facebook будет удалять из ваших лент новостей бизнес-страницы. Почему он это делает? Они это делают для того, чтобы люди чаще видели публикации живых людей, а не бизнес-страниц. Потому что бизнес-страниц сейчас очень-очень много. Как только он это сказал, акции Facebook сильно упали, он потерял деньги. Ну, я уверен, что акции вырастут. Было бы это не Цокерберг, если они не выросли. Так они упали, да, надо покупать. Да. Ну, сейчас уже не знаю, но вот там где-то, вблизи Нового года, где-то там они упали конкретно. Вот. И как теперь ранжирование вашей ленты на органическую аудиторию происходит в бизнес-странице? Те публикации, которые люди комментируют не просто там плюсиками и еще как-то классно, круто и норм, либо еще чего-то. В ленте новостей будут показаны органическому охвату те публикации, в которых будет общение людей в комментариях. То есть комментарии будут открытые, полноценные. Ну, задавать вопросы какие-то. И вот загадки, это вот такой лайфхак. Когда вы выкладываете загадку, что вы там спрашиваете, а что у вас получилось? Не просто, чтобы человек написал цифру, а какой-то, чтобы был сложный ответ. Ну, длинный. Когда люди начинают писать эти вот ответы, они начинают между собой повлекаться, комментировать. И это очень сильно дает хороший прирост, скажем так, бесплатной аудитории, органической. Все же остальные публикации, они и так мало показываются, если честно, то еще меньше будут показываться. И здесь уже тогда спасение рекламы. Только запускать подвижение публикации. Поэтому используйте и вовлекайте максимум, вовлекайте аудиторию в ваши публикации. Максимум. Только не надо делать такие штуки, как делают Facebook, за это блокируют. Как люди делают, например, там, опрос. То есть, если вам нравится там это, поставьте лайк, а если это, напишите комментарий. Вот за это будут блокировать. Вот за это он уже блокирует. Поэтому такого не делайте. Лучше как-то объективнее подходите к этому и делайте этого спам. О, самая классная тема. Но это уже последняя. Я не знаю, конечно, как вы сейчас будете воспринимать, но сейчас вот все это буду смотреть. Фух, давайте поехали по рекламе. Я тоже, наверное, расскажу вам, ну, как можно быстро и емко, чтобы не затрагивать много времени. Как создать рекламу. Когда вы зашли в Facebook, вы зашли на главную страницу, нажали на вот этот треугольничек, нажали создать рекламу. Вам откроется рекламный кабинет. Его тип будет вот такой. Но вам, скорее всего, откроется сразу же вот так вот. Создание рекламы. Сразу же. Вот откроется вам вот такое окно. Это все. Я хотел вам сказать, что так вы можете создать компанию. Это название аккаунта, это катер аккаунта. Ну, это такое, это не сверхважно. Теперь, что можно использовать в рекламе? Какие есть рекламные цели? И какие цели я использую? Какие цели у меня реально работают? Это вот трафик, вовлеченность, просмотры видео, генерация и взводы, конверсии. Вот эти вот цели можно использовать. Вам, как начинающим, тем, кто не запускал рекламу, вы можете запускать на вовлеченность для публикации. Если это видео, вы запускаете просмотры видео. Если это на сайт, на сайт, вы можете либо трафик, либо конверсии. Генерация лидов позволяет внутри фейсбука создавать лид-формы, где человек будет оставлять заявку, не надо ни сайт, ничего. Внутри фейсбука. Прям человек оставляет вам контакты, вы его потом разваливаете. Вот это вот я часто очень использую. Я бы сказал, мне как раз так надо. А вот эти вот формы, их надо выкачивать? Или как подключить, чтобы оно куда-то приходило? А то я думаю, что он будет краченым файлом, я чувствую, что... Есть, есть, либо CRM-система. Например, AmoCRM, они соединяются с фейсбуком. Только через Amo. Ну, это одна из систем, да. Там можно посмотреть. Либо есть там специальный сервис. Я, если честно, с ним пока не разбирался. Как по мне, он на английском. Я так посмотрел, думаю, блин, ну, мне как бы просто скачать этот файл. Там просто с помощью сервиса можно подключить, чтобы эти уведомления приходили тебе на e-mail. Вот на Gmail точно. Есть. Там прям в самом фейсбуке, когда форму вы настраиваете, там есть, он вам напишет, что получайте мгновенно ваши письма, подключите CRM. Если вы нажимаете там подключить CRM, он предлагает не только CRM, а предлагает подключить, например, Gmail. И он пишет, через какой сервис можно подключить. И все, что вам нужно сделать, зайти на этот сервис, разобраться и подключить. Там не должно быть все сложного. Я просто не понял, платная или бесплатная. Вот, допустим, мы выбрали трафик. Я на примере трафика буду рассказывать. Самая частая использовала, скажем так, цель рекламной компании. Мы выбрали трафик, назвали компанию. Вот здесь главное, я, скажем, сегодня столкнулся с тем, что компании нужно называть, чтобы вы понимали, что это за компания. Потому что потом, в будущем, вы зайдете в свой рекламный кабинет, посмотрите и думаете так, у меня здесь 10 компаний с названием «Вовлеченность для публикации». Что это такое? Что я здесь настраивала или настраивал? Как мне теперь разобраться? Называйте конкретно, если это «Вовлечение для публикаций»… Это внутри Фейсбука только Фейсбук пока сейчас. Инстаграм я показывал, там через кнопочку. Почему этот метод я рекомендую? То есть через этот аккаунт можно и инстаграм? Можно инстаграм, да, но вовлеченность для публикации не очень. Если трафик, можно. То есть здесь я сейчас расскажу, как оно связано. Выбираете, нажимаете «Продолжить». Теперь вот здесь название вашей группы объявлений. «Группы объявлений». То есть это аудитория ваша и объявления в этой аудитории. Вы выбираете трафик на сайт. Здесь вы видите размер вашей аудитории, потенциальные охваты. Они всегда точны, не всегда, но приблизительно. Вы здесь можете выбрать трафик на сайт, в мессенджер, чтобы люди вам писали, вовлекать людей в переписку, либо на приложение, если у вас есть приложение. Мы рассматриваем такую простую систему, потому что если вылазить вглубь туда, то мы сейчас вообще просидим еще больше. Вот, аудитория. Вот то, что важно. Аудитория. Нужно понимать свою целевую аудиторию. И вы, допустим, если вы еще не знаете, вы создаете новую аудиторию, выбираете вот здесь там есть все люди, есть только те, кто переехал, все живущие здесь. Если вы чего-то не понимаете, есть вот здесь вот такие знаки вопроса. Нажимаете на него, не бойтесь. Там вам все подробно рассказывают. Прям-прям-прям. Выбираете геолокацию, их можно создавать несколько. Выбираете возраст, пол, язык, если это необходимо. И здесь, конечно же, когда вы все это выберете, здесь потенциальный охват будет уменьшаться. Он будет уменьшаться. Следующее, что вам надо, я сейчас не говорю об этой штуке, индивидуально настроенной аудитории, потому что это сложно. Это долго объяснять, что это такое. Но индивидуально настроенные аудитории, это, скажем так, если вы запускали видео в рекламу, то Facebook может создать, найти и дать вам аудиторию людей, которые смотрели 3 секунды видео, которые смотрели 10% видео, которые смотрели 25% видео, 50%, 90% видео. Понимаете? То есть вы можете взять таких людей, которые смотрели 90% вашего продающего видео, и еще есть возможность создать похожих на этих людей. Но это все более уже так. То есть она не пропускается, да? На сейчас эти индивидуальные аудитории, у вас их нет, если вы начинаете, вы создаете новую. Вы создаете новую, устанавливаете вот эти вот штуки, после этого детальный таргетинг. Что это такое? Это интересы. Интересы вашей аудитории. То, чем может интересоваться ваша аудитория. Вы смотрите, в моем случае, если бы я искал, допустим, клиентов, на то, чтобы настроить им рекламу, я бы, конечно, развивал свою целевую аудиторию, но основной контингент это были люди, которые интересуются бизнесом. Либо люди, у которых есть там малые предприятия. То есть здесь можно найти людей по многим категориям. Можно найти людей только тех, кто владеет айфонами определенной модели. Вот только таких людей можно найти. Можно выбрать здесь людей по детальному памятингу. поведение. Есть поведение, есть интересы. Объясню, что это такое. Поведение. Это когда человек, например, психология, поведение. Это значит, человек занимается психологией. Это он что-то делает в этой вот нише. А интересы, это человек интересуется психологией. То есть обращайте внимание, когда вы будете выбирать, у вас здесь будет, вот здесь будет писать, либо поведение, либо интересы. Обращайте на это внимание. То есть вы здесь указываете, допустим, любой интерес. Человек интересуется, там, не знаю, мобильными телефонами. И также вы здесь можете исключить людей. Вы можете исключить, либо сузить аудиторию. Например, человек интересуется мобильными аудиториями, мобильными телефонами, но еще дополнительно он интересуется либо там он интересуется допустим айфонами но сейчас пользуется андроид вы сузили аудиторию делали ее более тихо и исключим тех кто может продавать допустим там интернет магазин какой то либо людей которые если вы там хотите продать допустим айфон 10 вы исключаете людей кто уже этим айфоном пользуется им уже не надо таким образом здесь можно играться с аудиторией можете добавить тип связи что это такое вы можете добавить людей которые подписаны на вашу страницу либо те кто подписан на вашу страницу и их друзья но все это уменьшит вашу аудиторию чем меньше целевая аудитория обычно бывает что цена дороже если маленькая целевая аудитория если она сверх-сверх целевая она маленькая там тысяча человек но вы знаете, что вот каждый второй покупает ну тогда понятно, что там конверсия будет большая и после этого всего когда вы все это создали, вы можете сохранить эту аудиторию внимательно смотрите на название аудитории, я рекомендую давать название вот по этим интересам чтобы вы потом понимали, что у вас это за аудитория это все, ну вот это непросто, вот это все непросто, честно скажу и мы сейчас быстро двигаем потому что об этом все рассказывает ну нам дня бы, наверное, не хватило если бы в это все начинать капкаться вот здесь вот есть виды плейсмента, есть автоматически рекомендуемые плейсменты рекомендовать самому вот это вот я не использую, потому что он выбирает плейсмент, который называется audience network что это за плейсмент? это плейсмент сайтов партнеров или по приложениям, то есть кто играет в игры на телефоне? кто признаваетесь? не бойтесь, это не страшно вот если вы играете в игры либо пользуетесь какими-то бесплатными редакторами вам периодически на весь экран у вас это объявление какое-то и вы хотите да не хотите, но кликните на него потому что вы как раз в это время что-то там собирали какие-то монетки бежав по этим, да? и кликнули, и блин еще переходите на какой-то сайт вы возвращаетесь и этот клик фейсбук засчитывает но он не приводит вас к результату то есть когда вы выбираете плейсменты вы нажимаете редактировать и выбираете смотрите здесь фейсбук, инстаграм можно сразу две соцсети показывать ваше объявление плюс мессенджер вот это вот я обвел здесь audience network его отключаем нажимаем вот здесь и он отключается сразу хочу сказать, что если вы публикуете фейсбук, инстаграм, мессенджер то оно вот все вот так если вы поставите галочку на сториз там совершенно другой вид объявления то есть обычные объявления да, такие, а в сториз они длинные поэтому внимательно смотрите где у вас здесь галочки стоят я сразу, такой как бы вам лайфхак не используйте вот это если у вас нет мобильного приложения вот те, кто пользуется я не знаю, как вас у меня вот мобильное приложение квай уже достало я где-то комок на него жаловался где-то комок и в гугл, и в фейсбук и в инстаграм, и в приложении я везде жаловался оно постоянно везде мне вот эти вот девочки 13-летние которые поют эти песенки там на экране ну они доснали меня уже ну вот, это вот это это вот реклама и не только еще в гугл там тоже есть похоже дальше вы установите бюджет и здесь лайфхак вот просто лайфхак который спасет ваши бюджеты точно так же, как с инстаграм выставляйте минимальный бюджет для начала вот когда вы только запускаете рекламу выставляете минимальный бюджет он вам предложит здесь 20 долларов либо 400 рублей либо еще чего-то поставьте здесь 1 доллар ну то есть минимальный он вам напишет какая сумма может быть минимальная для вашего аккаунта обычно это 1 доллар либо 20 рублей я пробую спасибо вот когда вы выставляете то есть вы понимаете что тогда вы каждый день на одной этой аудитории будете тратить минимум денег минимум вы же не знаете вы запускаете первый раз может у вас не получится может у вас в этом что-то там вы вот каждый день готовы тратить 20 долларов на рекламу ну вот 1 доллар ну вот а если этот 1 доллар принесет 20 долларов вот так в расписании я не использую я не останавливаю рекламные кампании когда они запустились они работают почему не останавливаю как работает Facebook запускается рекламная кампания он ее анализирует он смотрит какие люди смотрят эту рекламу кампанию кто кликает как кликает как вовлекаются кто вовлекается сопоставляет эти факты и прикиньте у вас неделю работает рекламная кампания у вас особо нет результатов за первую неделю Вы думаете, блин, ну уже 7 долларов я потратила, либо потратила, и как-то ничего нет, и вы останавливаете рекламу. А потом с этой рекламы приходит клиент. Ну, клиент немножко долго думал, ну не сразу написал, но он пришел. Вы думаете, ух ты, сработало, я еще раз запущу. Чтобы вы понимали, Facebook опять понадобится неделя, чтобы привести к какому-то результату. Вот как только реклама остановилась, опять же ему новый запуск требует времени. Опять ему нужно собирать данные. Даже учитывая то, что у него есть эти все данные. То есть рекламу надо регулярно крутить? Рекламу, если вы запускаете, желательно больше недели крутить. Больше. Ну, больше, ну 2 недели, или это должно быть там месяц, или... Я обычно... Я в основном на 2 недели выставляла, или это мало? Это в каком где? В Instagram или в Facebook? В Instagram 2 недели, это нормально. Это нормально. Я в Instagram даже запускаю, если вот через саму эту, я бывает там на 7 дней запускаю, на 5 дней. Еще такой лайфхак, который я использую. Как только я выложил публикацию в Instagram, я сразу ее на 20 рублей на 1 день продвижения. Зачем я это делаю? Затем, чтобы как больше был охват. Чем больше охват, соответственно, больше вовлеченность, тем больше органический охват. То есть я потратил 20 рублей, но таким образом я получил немножко больше органического охвата. Вы точнее, это не гривен, а рублей. Да, это рублей, это рублевый аккаунт. У меня рублевый аккаунт. У меня есть долларовый. Вы смотрите, как вам удобно. Но в долларовом аккаунте минимальный бюджет в день 1 доллар, в рублевом аккаунте минимальный бюджет в день 20 рублей. У меня рублевый, у меня Яндекс.Деньги, у меня все без конвертации идет. Яндекс.Деньги нужно регистрироваться. Есть специальные партнеры, которые регистрируют в Украине людей. Я регистрировался, это у меня замело около месяца. Ну, то есть документы я подал быстро, а потом ждал, пока они одобрят это все. Но сейчас я зарегистрировал, у меня там хороший лимит, и я могу принимать деньги и рассчитываться. Если вы зарегистрировались в Яндекс.Деньгах, но не идентифицировали себя, вы сможете заводить эти деньги, вы вывезти их не сможете. Не, ну тратить далеко, но вполне расстанно. Вы не сможете тратить. Невозможно. Может быть, сможет оплатить кому-то. Вообще ничего невозможно, пока кошелек не идентифицирован. Это вот такие вот штуки, скажем так, у них, в Российской Федерации, вот у них нельзя, у них надо обязательно админификация. Да, Яндекс.Деньги. А кто-то играет игры и приводит на карточку? Какие игры? Запрещенные. Это уже тайны, да? Тайны начались, да? Нет, ну брат мой играет игру, а они там какие-то деньги что жирают? И куда они? Просто номер карты. Ну они могут переводить, то есть если у них может быть Киви кошелек, может быть Яндекс.Деньги, может быть платежная система какая-то, куда они переводят, потом с платежной системой переводят на карту, при этом, ну везде они теряют какой-то процент. Здесь под вопросом. Поехали дальше. Здесь вы выбираете, если у вас трафик, вы выбираете там либо клик по ссылке, либо посещение страницы, ну нажмите на этот вопросик, он вам ответит, что это такое. Он даже сам посоветует выбрать посещение страницы. Сейчас мы должны просто это проектирить, чтобы вы понимали, как настраивать. Когда вы платите, вот здесь важный момент. Многие люди думают, что они платят Фейсбуку за клики. Они платят за клики, они смотрят, у них один клик, там что-то там 30 рублей, там либо 5 долларов, они думают, ну ничего себе, 5 долларов за клик, и это только клик. На самом деле вы Фейсбуку всегда платите за показы. Всегда вы платите за показы. Есть определенная сумма денег, которую вы платите за тысячу показов. Тысячу человек, увидела вашу рекламу, с них 100 человек кликнуло, на тысячу человек вы потратили, допустим, там 1000 гривен, значит 100 человек кликнуло, вы потратили на них 1000 гривен, не 100 гривен, а 1000. Эту 1000 делите на 100, и у вас получается один клик, сколько там? 10 гривен, да я правильно посчитал? Вы всегда платите за показы, вы не платите за клики. Клики, цена за клик высчитывается, исходя из того, сколько было показов, сколько было кликов. Поехали дальше. Объявления. Здесь тоже быстро пробежимся. Называете объявления, вы можете использовать уже существующую публикацию на вашей бизнес-странице, либо создаете. Если вы создаете, вы выбираете, с какой бизнес-страницы показывать, если к ней привязан аккаунт, выбираете аккаунт. Если не привязан, то в Инстаграм эта реклама будет показываться от имени вашей страницы. Человек просто не сможет посетить ваш Инстаграм, но он сможет посетить вашу страницу. После этого вы выбираете, какой вид рекламы у вас будет. Я рекомендую для начала, я обозначу три изображения, видео, либо слайды. Это проще всего, даже для тех, кто начинает, проще всего изображение. Вы взяли одно изображение, можно взять бесплатный стоков, загрузить его в галерее, если у вас что-то было. Обязательно посмотрите, какие рекомендуемые параметры для изображения. Чтобы вы понимали, все здесь есть, все написано. Когда вы заходите, вы что-то не понимаете, у вас везде все подробнее, все написано. И все это можно почитать и настроить. После этого вы добавляете ссылку на сайт, я рекомендую использовать UTM-метку. Кто знает, что такое UTM-метка? Уже никто не знает. Я думаю, что мы вам сегодня рассказывали. UTM-метка. Это специальная метка, которая, есть определенные генераторы этих меток. То есть, чтобы вы смогли отслеживать, например, в Google аналитике, отслеживать, из какого объявления к вам клиент зашел на сайт. Это специальная метка. Ну, нет у вас этой метки, ставьте просто ссылку на сайт. Нормально будет и так для начала. Главное же попробовать протестировать. А вдруг сработает? У меня бывают такие клиенты, которые заказывали рекламу, получали результаты, а потом сами что-то там кликали, они пишут мне, мы здесь такое получили, там, столько клиентов, я говорю. А ну-ка дайте им доступ к рекламу, когда я посмотрю. Я смотрю, они просто там с помощью трех кликов запустили публикацию со страницы. Я думаю, как у них это получилось вообще? Ну, как получилось? Я здесь грамотно настраиваю, выбираю свою аудиторию, прорабатываю оффер, прорабатываю предложения, картинки, все, тестирую, выстраиваю стратегию. Они запустили один раз, у них получилось. Нет, ну, просто повезло, понимаете? Второй раз им уже, может быть, не повезло. Ну вот, и теперь смотрите. Вот то, что вы пишете здесь, будет ображаться вот здесь. Ваша фотография будет вот здесь. Заголовок вот здесь. Ну, вы видели объявление в фейсбуке? Здесь будет кнопка и, в принципе, да, там описание ссылки, вот здесь еще можно будет текст добавить. Ну, это вот такое, действительно. И вот здесь вы сможете увидеть вид вашего объявления на разных устройствах. В инстаграм, как оно будет выглядеть, как в фейсбуке, как в аудиенс-нетфорке, либо в мессенджер. Все, вот здесь вы можете прокликать и увидеть. Пиксель, не буду сейчас трогать. Если вы делаете трафик на сайт, вам нужен пиксель. Если вы не знаете, что это такое, я рекомендую просто в YouTube посмотреть. Потому что если я начну объяснять, я просто скажу, пиксель это код. И все. Есть еще много инструкций в YouTube, если вам не давно подключили. Да, там вообще вам, там бесплатно можно настроить рекламу. Там все бесплатно. И вот, вы нажимаете подтвердить, и в принципе, ваша реклама подключена. Но, если вы первый раз делаете рекламный кабинет, вам автоматически попросит привязать карту. И то, что я уже говорил. Немножко выглядит иначе. Сейчас способ уплаты, но вы выбираете виза-мастер-карт. Дальше у вас там будет ввести, ну, как обычно, карту. Номер карты, северный код, там, даты, да все. Вы все вводите, и важно, чтобы у вас были хотя бы деньги на карте, хотя бы 100 гривен. Желательно завести новую карту для этих целей, для рекламы в Facebook. И открыт лимит интернет-оплат. Это в приват-банке спокойно делается по телефону, либо в приват-банке 4. Лимит интернет-оплат на любую карту делается. А теперь самое важное. Вот, у меня это то, что я думаю. Вот, у вас есть возможность стать специалистом в Инстаграм. Кто хочет стать специалистом в Инстаграм? Ну, кто хочет? Отлично. Смотрите, у меня есть закрытая группа. Дело в том, что сейчас я не провожу обучающих курсов по Инстаграм. Проводил этой осенью оффлайн-курс в Киеве. На ближайшее время не планируется ничего такого. И онлайн в Инстаграм не планируется. Пока ничего сверхнового там не поменялось. У меня все, вот, у меня был курс. Из этого курса я записал видео, обучающие видеоуроки. Более 20 штук. И они все находятся в закрытой группе. В этой закрытой группе вы получаете обучающие видео, пошаговый план. Если вы двигаетесь по этим видео, это пошаговые планы. Что вам надо сделать? Надо сделать раз, надо сделать два, надо сделать три. Нет такого, что вы зашли, вы посмотрели видео и думаете, а что же делать? Нет, там все пошагово. Все вот прям как нужно по этому всему идти. Личную консультацию от меня и разбор аккаунта. То есть вы прошли, вы все сделали, вы написали мне, сказали. Я вот все там прошла, сделал, оформил аккаунт. Посмотри. Я захожу, раз посмотрел, дал рекомендации. Что можно улучшить, как можно улучшить, все остальное. Вы сможете задавать вопросы. Прямо в этой группе вы пишете вопросы. Я на них отвечаю. Либо я, либо там кто-то из моих специалистов, кто там есть. То есть доступ к файлам и презентациям. Вы получаете ко всем файлам, презентациям, что там было на курсе, вы получаете. Постоянный доступ к обновлениям. То есть буквально недавно я забросил новое обновление по масс-фолловингу. И те, кто думает, что... Кто знает, что такое масс-фолловинг? Не знаете? Масс-фолловинг – это массовая подписка на другие аккаунты, чтобы они подписались на вас. И это можно делать с помощью сервисов, и это пока еще работает. Есть определенная стратегия, по которой это можно запускать. Я вот буквально там новую штуку нашел, как это использовать, загрузил в группу. То есть в этой группе постоянно добавляются какие-то новые видео. Потому что сейчас я это плачу, чтобы у меня вот эти масс-лайки... Конечно. Вот здесь...